Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Водители не умеют правильно настраивать сидения. Десятки аварий минувшие выходные выдались сложными для всех специальных служб. С подробностями Роман Базан. Здесь будут ставить, там наливать что-то. А здесь мы тоже природным камнем вот это всё обложим. Ещё один источник на этот раз благоустраивает родник лечебной. Его вода и вправду целебная. Почему, узнала Екатерина Сулейманова. Мы встречаем с нашим саратовским калачом. В национальной деревне прошёл 21-й фестиваль «Волга-река мира». Гостей встречала Олеся Науменко. Какая температура за окном будет во вторник 26 июля на Архангела Гавриила? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Дождитесь. Аварии на трассах минувшие выходные выдались сложными для патрульных, спасателей и медиков. На дорогах произошли десятки аварий. Только за последние сутки пострадало много детей. Но автоинспекторы уверяют, родители стали предусмотрительнее. Покупают специальные кресла. Отчасти это и спасает малышей от гибели. Роман Базан с подробностями. Пять детей. Столько разбилось в авариях по области за последние сутки. К счастью, все живы. Самые маленькие пострадавшие всего 7 лет. С различными травмами дети оказались в больницах. По словам патрульных, выходные выдались нелёгкими не только для специальных служб, но и самих водителей. В том числе и из-за мокрых трасс. По статистике на саратовских дорогах дети погибают в каждой 40-й аварии. С начала года было уже два трагических случая. Количество происшествий по традиции летом растёт. Многие отправляются на отдых, а Саратовская область ещё и является транзитной. Машины из других регионов едут по саратовским дорогам, к морю и обратно. С каждым годом всё равно количество детских удерживающих устройств увеличивается. То есть при проведении различных рейдовых мероприятий мы реально видим, что есть кресло, есть специальные детские удерживающие устройства, которые используются для перевозки несовершеннолетних. И это в первую очередь, наверное, связано не с нарушением правил дорожного движения, а с тем, что родители боятся за жизнь и здоровье ребёнка своего. Несмотря на то, что нарушений с перевозкой детей становится меньше, число самих аварий не сокращается. В большинстве случаев виноваты сами родители, уверены автоэксперты. Кто-то неправильно пристёгнутый такой, я тоже встречаю, потому что многие водители не умеют правильно настраивать сидение, неправильно настраивать ремень безопасности, если он регулируется, потому что здесь сбоку на стойке он может иметь регулировку вверх-вниз. То есть всё это в совокупности влияет на то, как мы перевозим не только себя, но и своих детей. С ростом аварии растёт и число проверок на дорогах. Автоинспекторы проводят рейды. Штраф за отсутствие удерживающих устройств – 3000 рублей. Впрочем, почти столько же стоит и само детское кресло. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Сохранить Алексеевское городище. Местные жители сообщили о геологических исследованиях на этой территории. Якобы там хотят начать строительство. Разобраться в ситуации решили сотрудники городской администрации. Они выехали на местность. Какие бы работы ни начали проводить здесь, это всё-таки у нас прибрежная береговая полоса. И мы все прекрасно знаем о том, что сейчас идёт тенденция вообще в принципе к развитию территории города. Это как можно больше открытие, наоборот, береговой полосы, чтобы была доступность жителей, выход к Волге и так далее. Здесь, конечно же, какое-либо строительство. Это однозначно недопустимо просто на этой территории. Председатель комитета культурного наследия области Владимир Мухин также принял участие в осмотре прибрежной территории. Она примыкает к памятнику федерального значения Алексеевскому городищу. А это значит, стройка здесь под запретом. А разрешение на проведение работ может быть выдано только после получения заключения об отсутствии здесь каких-либо археологических объектов. Представители городской администрации отметили, что данный вопрос будет взят на контроль, чтобы не допустить в дальнейшем любую застройку. Вот совсем рядом Алексеевское городище. Практически данный участок граничит с ним. И, в принципе, работы здесь какие-то проводить без исследований просто недопустимо. Поэтому сначала здесь нужно провести исследование на наличие и отсутствие объектов археологического наследия. И только после этого можно вообще говорить о чем-то. Можно здесь что-то делать или нельзя вообще в принципе. На защиту Алексеевского городища встали не только чиновники. Вот что на эту тему сказал общественный деятель Владимир Лешуков. Алексеевское городище – древнейшее постоянное поселение на территории сегодняшнего Саратова. Еще в 60-е годы прошлого века его взяли под охрану государства как объект культурного наследия. Ныне памятник археологии федерального значения. Никакое строительство там домов, коттеджей, любых капитальных строений недопустимо априори. И градозащитный совет сделает все для того, чтобы даже мысли о стройке на земле, являющиеся федеральным объектом культурного наследия, впредь не приходили более ни в одну дурную голову. В Эмгельсе начали демонтировать мост через Сазанку. Увы, с улицы Лесозаводская полностью огородили забором. Сейчас это зона повышенной опасности. Полностью разобрать старую конструкцию планируют к концу недели. Об этом сообщили представители компании-подрядчика. Дело в том, что работы начали с небольшим опозданием. Поэтому сейчас стараются ускорить темпы. На месте демонтированной переправы появится новый мост. Как уточнили специалисты, его строительство – это очень сложный проект. Помимо возведения самой конструкции, необходимо перенести все коммуникации. Газовые трубы, электропроводку, линии связи. У моста также будут новые опоры и балки. Старая конструкция находилась в аварийном состоянии и постепенно разрушалась. Мост в 50-х годах постройки. Естественно, нагрузка его не учитывает. Того, чтобы проходила грузовая техника по нему. Висят ограничения. В общей массе 30 тонн проезд запрещен больше. Сделана монолитная плита, уложенная, армированная, уложенная на двутавры. Соответственно, двутавры были не защищены от влаги. Мы можем посмотреть сейчас. Они поржавели все. Устройство деревянной опалубки было. На ней, как я сказал, монолитная плита. Да, то есть доски, естественно, тоже уже не совсем хорошего вида. Но это как осталось. Эстетика старая, скажем, такого плана. Новую переправу уже строят по современным стандартам. Она будет шире. Останутся две полосы для движения автомобилей. А с обеих сторон появятся тротуары для пешеходов. Каждый в ширину по 2 метра. Что касается крупногабаритного транспорта, теперь по мосту смогут проезжать машины весом до 50 тонн. Это важно еще и потому, что здесь запланировано комплексное благоустройство района. По словам подрядчика, новый мост изменит и проход воды под ним. Русло Сазанки расширится за счет высоких пролетов. Добавлю, что перед основными работами дно озера тщательно исследовали водолазы. Общая стоимость проекта почти 70 миллионов рублей. Завершить его планируют к концу сентября. На несколько месяцев в микрорайоне изменили и схему движения. Чтобы попасть в частный сектор, людям нужно делать круг через улицу. Короткая, она находится в нескольких километрах от моста. Спелить или оставить. Настоящие дебаты развернулись в поселке Рыбное под Вольском. Там жители поделились на два конфликтующих лагеря. А причиной спора стал местный мемориал воинам, павшим во время Великой Отечественной войны. Дело в том, что это весной памятник в буквальном смысле утонул в зелени. Кусты сирени разрослись до такой степени, что закрыли даже красную звезду на верхушке обелиска. В преддверии Дня Победы люди написали коллективную жалобу в администрацию. Недовольство, да, возникло. Потому что это не памятник, а уже заросли какие-то. Мы бы хотели, местные жители, сохранить память о наших защитниках, которые полегли, отдали жизнь, пришли раненые. Мы здесь выросли. Пока мы живы, хотелось бы сохранить память. Однако, когда чиновники решили приступить к работам, другие жители бросились на защиту зеленых насаждений и запретили трогать сирень. В итоге вопрос по благоустройству отложился на несколько месяцев. Но компромисс найти все же удалось. Чиновники убедили людей, что за кустами требуется уход, и если не проводить опиловку, они превратятся в дикие заросли. Недавно территорию рядом с обелиском наконец-то привели в порядок. Цветение прошло, и мы частично опилили, проредили. И осталось уже дождаться немножко осени, потому что нет возможности сейчас сделать формирование, чтобы сирень не погибла. И уже ее сделаем в такой более надлежащий красивый вид. Здесь была труба в земле. Родник возле автовокзала благоустраивает. Это уже второй природный источник на Кумысной поляне, сделанный в этом году. До этого отремонтировали родник Пающий на 10-й дачной. Открытие обновленного источника запланировано на начало августа. А пока Екатерина Сулейманова расскажет о ведущихся там работах и о свойстве воды. Ведь не зря источник в народе прозвали лечебный. Еще один источник на этот раз благоустраивает родник лечебный. Он расположен возле автовокзала. А название такое получил благодаря свойствам его воды. Она целебная, так считают жители. Это показала и проверка в лаборатории. Сделали мы анализы, действительно. Мы наняли лабораторию СНПЗ. Они нам сделали анализы этой воды. Действительно, вода очень нейтральная. По показателям и по железу, и по нитратам, и по хлоридам. И присутствует содержание серебра. Из-за этого, наверное, идет очищение организма. Работы идут полным ходом. Установлена опорная стенка и желоб для стока воды. Забетонирована площадка вблизи источника. Помимо ремонта и очистки родника, территорию вокруг благоустраивают, очищают от мусора. Здесь уже месяц делал. Здесь были сложности в выборе грунта. Сначала вручную выбирали, потом технику. Сначала техника не могла проехать. Потом техникой расчистили дорогу сюда, подъезд. И загнали бобкой от. И быстренько выбрали грунт и уже приступили к основным работам. Открытие родника лечебной запланировано на начало августа. Это далеко не первый облагороженный источник по поручению главы региона. Продолжается благоустройство памятника природы Кумысная поляна. На его территории 25 родников. 13 из них благоустроили. Два в этом году. Екатерина Сулейманова, Олег Буланов, Саратов, 24. Впереди прогноз погоды. О нем расскажет Александр Новохадский. А сразу после будем знакомить вас с новостями. Чтобы все это выросло, я работаю каждый день от зари до зари. Я выращиваю для вас хлеб, овощи, мясо. Все это стало возможным в том числе благодаря поддержке кооператива «Гарант Кредит». Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. «Гарант Кредит». Телефоны в Саратове. 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Выгодные программы по сбережениям сроком на три месяца. Здравствуйте. Во вторник, 26 июля, на Архангела Гавриила, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балако и Переменная облачность, местами возможны несущественные осадки. Ветер с северо-западной порывистый. Днем до плюс 29 градусов, а ночью до плюс 17. В Саратове и Венгрии севетренный также возможен слабый дождик. Температура днем до 27, а ночью до 20 выше нуля. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба. Вода в Волге плюс 21 градус. Предки подметили, что дождливый день 26 июля – это предвестник морозной и снежной зимы. А теплая и солнечная погода в этот день – к продолжительной осени. А спонсор прогноза погоды – мороженое из села Удоево. Настоящий пломбир – отличный повод для хорошего лета. Всем всего доброго. Берегите себя. Увидимся. Не нужно искать повод, чтобы собраться всей семьей. Прогуляться по любимым местам, порадовать себя чем-то вкусным, ощутить единство и разделить радость с родными. Мороженое из села Удоево – повод для хорошего лета. Откроет к 1 сентября школа искусств в поселке Шиханы-2 готова к началу нового учебного года. Здесь провели капитальный ремонт. О его необходимости местные жители рассказали Вячеславу Володину во время одной встречи. Здание было построено в 1917 году. Сейчас здесь обучают музыке, танцам, декоративно-прикладному искусству, живописи. Это рабочие. Мы с вами заменяем какие? У нас выставочные мольберты. Те, они треноги, они выставили. Вот их выставил в коридоре, и все родители видят, что у нас выставка прошла. А эти они функциональны. Мы их перекрасили все. Проект курировал депутат Госдумы Николай Панков. В школе искусств заменили все деревянные окна на пластиковые, сделали крышу. Внутри обновили кабинеты, завезли новую мебель и музыкальные инструменты. И теперь парламентарий предложил заполнять классы работами учеников. Мы стеклопакеты вставили, отопление сменили. Значит, по штукатуре, освещение другое совсем, да, то есть у нас же с вами все тут замыкало. Но сейчас надо нам обживать. Будем, да. Знаете, вот плакатики. Вот тут, может, молодцы, вот тут мне нравится. Чем таких вот больше будет у вас творений, я всегда готов помогать. Отдельное место в школе искусства занимает уголок памяти воевавшим в годы Великой Отечественной. Здесь собраны фотографии и вырезки из газет о подвигах солдат. По словам руководства, школа и стену памяти планируют расширять. Тем временем в поселке Соколовом хотят возвести ледовую арену и бассейн. Вячеслав Володин во время рабочей поездки предложил местным властям заняться развитием инфраструктуры Соколового. Поселок недавно стал частью города. Также председатель Государственной думы обратил внимание на транспортную доступность и возможное появление нового троллейбусного маршрута в поселке. Правильно было бы посмотреть на вопрос развития поселка Соколовый. И здесь немаловажна транспортная доступность, возможно строительство троллейбусного маршрута. Соответственно, необходимые сети монтировать надо под это. Должна быть полноценная инфраструктура для того, чтобы жители поселка ни в чем не нуждались. Лучшей традицией народов по Волжье в Саратове прошел 21-й фестиваль «Волга-река мира». В Парк Победы приехала делегация из Мордовии. Там гости показали творческие номера и рассказали о своей кухне. Дальше они отправятся в Волгоград и в другие города по Волжье. Олеся Науменко тоже познакомилась с национальной культурой и знает подробности. ПОЕТ Эту делегацию угощали свекольным напитком и блинами из пшена. В Саратов приехала Март-2. 21-й фестиваль «Волга-река мира» стартовал в Парке Победы. Встречали гостей в лучших национальных традициях. Мы встречаем с нашим саратовским калачом и с мордовскими пачат-блинами и с мордовским напитком поза. Саратовские представители Республики Мордовия накрыли стол с национальными блюдами, а делегация подготовила творческие номера. Гастролируют коллективы с песнями и танцами. Артисты нашей государственной филармонии выступают здесь, в Саратове. И нам бы хотелось, чтобы буквально в ближайшее время, поскольку мы такой многонациональный регион, очень много проектов август-сентябрь, и нам бы очень хотелось, чтобы творческие коллективы Саратовской области были у нас в Мордовии. И вот эта связь, на мой взгляд, она должна быть все крепче и крепче. Поэтому очень приятно быть здесь, очень приятно видеть то наследие, которым вы обладаете. И самое главное, мы радуемся за ваши творческие успехи и за ваши реализованные проекты. В составе делегации было почти 100 человек. В этот день на праздник в Саратов приехали и татары, и казахи, и башкиры, а также другие народы из разных городов по Волжье. Были и гости из двух столиц. Все желающие познакомились с национальной культурой Мордовской республики. Нас очень радует то, что они выбирают площадку нашу для старта. Мы очень гостеприимны, всегда им рады. Ну и вы видите, что сегодня большое количество людей собрал Парк Победы, национальная деревня, куда пришли на фестиваль. Не только национально-культурное объединение, не только мордовские творческие коллективы, но и большое количество саратовцев, чтобы просто посмотреть, приобщиться. Следующая остановка – Волгоград. Мордовская делегация продолжит гастролировать по Поволжью. Длительность поездки – пять дней. Закончится их путешествие дома в Саранске. Олеся Науменко, Олег Буланов, Саратов-24. О главном к этому часу все. Следить за новостями вы также можете и в наших соцсетях. Читайте телеграм-канал Саратов-24, ищите нас во Вконтакте и Одноклассниках. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!